Для того, чтобы мы перешли уже окончательно к работе по реформированию, первый шаг, который мы должны сделать, мы зарегистрировали свое учреждение на электронке, мы зарегистрировали всех своих врачей, мы ввели в поликлинику Бещерб, это один из этапов реформирования. Что это означает? Это значит, что каждый больной, любой больной, может по интернету записаться на прием к врачу, к своему семейному, другому выбрать врача может и записаться к нему. Но перед тем, как мы ввели эту систему, мы обеспечили компьютерами всех наших врачей. У нас есть вот этот центр, кроме этого еще 7 семейных амбулаторий, все семейные амбулатории обеспечены компьютерами, есть у всех подключенный интернет, и все сейчас работают в программе поликлиника Бещерб. То есть больной или сам набирает, записывается к врачу, или если кто-то еще не может, из больных, например, не владеет интернетом, то они могут позвонить по телефону в регистратору. Регистратор уже тут на месте запишет их, на какое время сообщит. И после этого смс-кой сообщается больному, на какой день, на какое время, и к какому врачу записан был или иной больной. Для того, чтобы, если больные пришли сюда в поликлинику, и возле регистраторы может стоять там 2-3 человека, есть у нас здесь терминал. Может подойти этот человек к терминалу и сам здесь тоже записаться, получить чек, где написано номер кабинета, фамилия врача, день и время приема. Ну, я должна сказать, что это очень удобно, потому что, ну, во-первых, нет таких очередей возле кабинета, это раз. Второе, и удобно это больному. Если у врача записан полностью весь прием, у нас на прием дается, пока мы вот так определились по 15 минут на одного больного. Если прием записан, ну, пришел какой-то человек с острой болью, с высокой температурой, мы должны его принять без очереди. Значит, тогда доктор принимает этого больного, независимо от того, он записался или не записался. Кроме этого, если у врача мало вызовов, там, один-два вызова, мы немножечко добавляем ему прием, мы видим в режиме онлайн, что у него вот сегодня дневный визит, а больные еще хотят с него на прием. Есть там такая возможность, живая очередь. И вот это вот живую очередь, потом они записывают тех, кто не в нем, ну, по времени не успел. Ну, предварительно больные знают, на какое время им нужно прийти. Ну, для нас это, в принципе, очень хорошо. Мы с ноября месяца обучали своих сотрудников. У нас все врачи, сестры, регистраторы, все умеют работать с компьютером. То есть проблем в этом сейчас у нас нет. И я считаю, что, не считаю, а и больные вот хорошо отзываются, говорят, что они тоже довольны, и приходят различные сообщения. Если, например, врач выболел, или, ну, что-то внезапное такое случилось, что он отсутствует на работе, мы тут же направляем смс к больной, что доктор сегодня прием отсутствует, и перезапишем там или на другой день, или к другому врачу, ну, в зависимости, как будет складываться ситуация. Что с заключением договоров с семейными врачами, на какой стадии? Мы, в принципе, лечебное учреждение, в том числе мы в городе, мы готовы, у нас сейчас, вот уже сейчас все готово для того, чтобы заключить декларацию с этот договор с больными. Декларация будет заключаться с 1 апреля этого года. Ну, сегодня вот у нас как раз была видеоконференция с замминистра, который сказал, что буквально вот там они чуть-чуть ее дорабатывают, утверждают юридически. На той неделе нас опять соберут, я так думаю, опять же на конференцию видео, и они уже, если мы вдруг скажут, что все она утверждена юристами, мы сразу же готовы заключать с больными договора. Значит, больной может заключить договор с врачом, вне зависимости от его места похождения. То есть, если он живет в другом районе города, он имеет право заключить с врачами, которые работают здесь у нас. Это не лимитирует. По стандартам, значит, на одного доктора, один доктор может заключить декларацию с семейным врачом, 1800 больных, участковый терапевт 2000 и педиатра 900 больных. Вот такая вот норма. Будем смотреть, если у кого-то кто-то наберет количество больных, останется какое-то в другого врача место, будем перебрасывать. Ну, там допускают небольшое увеличение на врача, ну, чтобы не задало качество, там, вдруг до, там, еще 200, там, есть точно, мы еще будем делать. Скажите, электронные карточки? Есть, электронные карточки нигде еще нет. Вот сегодня, как раз, опять же, Каптанюк, замминистра, сказал, что они сейчас находятся в разработке, и он считает, что до конца года они их сделают эти карточки, и потом мы сможем делать эти электронные карточки, электронные рецепты, электронные панические листы. Это у нас все будет для этого готово, и только так, естественно, все будет готово, и мы будем подключаться к ней, кем-то региструруем. Те электронные рецепты, пациентами старшего возраста, скажем так, ну, пенсионного, да, вот это вот нововведение, есть ли какая-то, может быть, там, операторы, сотрудники, медсестры, которые помогают им здесь? Ну, понятное дело, что они через интернет не будут оформляться, в лучшем случае им в руки помогут. Те, которые не могут пользоваться, вы знаете, среди людей пожилого возраста тоже много есть, которые уже научились, они, наверное, работали там в других программах, то есть есть, но если нет, они звонят в регистратуру, их записывают. Если они сюда пришли, им здесь поможет обязательно, или регистратор выйдет, или медсестра.